Биография моего собеседника Наполнена событиями новейшей истории Служба в ракетных войсках стратегического назначения Участие в операции «Анадырь» Вот лишь немногие яркие факты Биографии генерал-лейтенанта Игоря Куринова О значении политинформации О Карибском кризисе и о многом другом Поговорим в программе «Такие разные люди» Здравствуйте, Игорь Иванович Здравствуйте Благодарю вас за то, что приехали к нам в Щелковский район Поучаствовать в нашей программе «Такие разные люди» В передаче всегда участвуют люди, которые близки нам тем Что родились, работали, учились в нашем районе Вы какое-то время, достаточно долгое работали На территории нашего района, насколько я знаю, да? Вот здесь Щелково-7, кажется, да? Там есть... В Щелково-7 есть наша часть Одна из наших воинских частей Очень серьезная часть Которая держит связь с спутниками, с космическими аппаратами Нашей орбитальной группировкой Это крупная наша часть Но это одна из маленьких таких частичек космических войск Запуск первого искусственного спутника Земли Был осуществлен Советским Союзом 4 октября 1957 года Именно с этой поры началась эпоха развития космоса Которая неразрывно связана с нашим районом В систему наблюдения и связи с космическими объектами В ходила переведенная в Щелково-7 Воисковая часть 26178 Военно-космических сил Громадные чаши космических антенн Стали таким же символом нашего района Как и старинные ткацкие предприятия Связисты обеспечивали наблюдение и связь С первыми искусственными спутниками Земли Полеты автоматических межпланетных станций Луна, Венера и Марс Первый полет космического корабля «Восток» С Юрием Гагарином на борту И последующие космические полеты В том числе с участием зарубежных космонавтов Связь с орбитальными станциями «Союз» и «Мир» Было как бы сделано НИП Так он назывался Новоучно-исследовательский пункт Осуществляющий связь со всеми космическими аппаратами Находящимися на территории В космическом пространстве Их на тот период находилось достаточно много Около 500 Сейчас их там гораздо меньше Около 300 А за ними всеми нужна была связь И получение информации Этот пункт один из первых Который был построен в Советском Союзе И сделан И который осуществлял первую связь И с первым искусственным спутником Земли И этот же спутник давал первую телерадиотрансляцию С первым космонавтом Гагариным и всем остальным Именно «Щелковский НИП» Он был построен один из первых и ведет Он осуществляет Имеет возможность Осуществления всех видов связи Над спутниками, которые пролетают в данный момент над ним «Щелковский НИП» Ну как бы о своей биографии О части вашей этой биографии В службе Ну если начинать с самого начала То родился я в Донбассе Который сегодня ведет Боевые действия Против хунты Бандеровцев Фашистов Которые захватили власть на Украине Причем родился не просто в Донбассе А в городе Славянске Которые сегодня почти что Стерли с лица земли Там я в Славянске закончил среднюю школу И поступил в военное училище В Ленинград Закончил военное училище Первое ленинградское артиллерийское училище В это время начали формироваться Очень мощные ракетные войска Стратегического назначения Молодых офицеров Со всех видов и родов войск Начали очень тщательно отбирать в эти войска Нужно было пройти серьезную комиссию органов соответствующих Потому что ракетные войска Это очень секретные, сверхсекретные Совершенно секретные войска Элита говорят, да? Да, это были и есть элита Ну потом родились Я так несколько забегаю вперед Космические войска Они тоже стали не меньшей элитой Может быть даже еще и Оказали конкуренцию Ракетным войскам Я прошел отбор В ракетные войска Меня направили учиться В Ростовское высшее инженерное училище Ракетных войск После окончания этой учебы Я был назначен служить В Западную Украину Опять меня с Украиной связывают Недалеко от города Львова Есть такой город Золочев 30 километров от Львова Потом служба в ракетных войсках И так я от лейтенанта До генерала-майора Прошел службу В ракетных войсках В стратегическом назначении Был я Старшим техником Это небольшая такая должность Был я начальником отделения Стартового Затем меня комсомольцы Избрали своим вожаком Был я секторем комитета комсомола Полка ракетного По комсомольской линии Военной комсомольской линии Я двигался И будучи уже помощником Начальника политического отдела Ракетной дивизии В городе Ромны Сумской области Я был отобран Выполнять очень важную Боевую задачу Задание Как мы тогда говорили И нам все говорили Партии и правительство Нас направили защитать Защищать кубинскую революцию На Кубу У меня такой вопрос Вот смотрите Вы скажем так Изначально имели отношение К технической части А дальше вы пошли По некой политической Карьере Почему? И насколько я знаю Вы уже политическое управление Возглавляли в дальнейшем будущем Чем вас Скажем так Более привлекла Ну наверное Если так можно сказать Теория Нежели практика Вы знаете Я Прекрасно понимал Что Вооруженные силы Армия Это Не ракеты Не танки Не самолеты Не космические аппараты Не подводные лодки Это люди Это прежде всего Люди Да мы можем иметь Сверхсовременную технику Но не иметь Людей Которые бы Не только знали бы Эту технику Знали на какую кнопку Нажать Но чтобы они Все это делали Осознанно Когда Солдат Офицер Военнослужащий Не убежден В правоте Своего дела Не верит В ту идею Ради которой Он служит Он превращается Просто в ремесленника В основе Работа с людьми И вот как раз Политработники Политсостав Которые тоже Хорошо знали технику Были подготовлены Это Мощные военспецы Они становились На стезю Воспитательной работы Они пошли на Очень тяжелую работу Вот Работа с людьми тяжелая Смотрите Я вам такой пример приведу Ну допустим Возьмем Ракету 8К65 Это такая ракета была Которая на Кубу Ходила и так далее Вот Поставьте их 100 штук Этих ракет Одну изучите И остальные 99 будете знать А поставьте 100 человек Вот Одного будешь знать Второго не будешь Третьего и так далее Всех остальных Нужно изучать Персонально Конкретно Персональный подход Индивидуальный подход В воспитании людей Это очень тяжелая Работа Не зря Политработников Называли Инженеры Человеческих душ Дело Тем более Я сейчас назначен В ракетные войска Стратегистского назначения Это все настолько Было интересно Это секретно Это техника Которая вы знаете Она захватывала Каждого Особенно молодого человека Что мне там было 21-22 года Я отказался Он говорит Ты подумай Я говорю Хорошо Через дня Два или три Снова меня вызывает Начальник политического отдела Вызывает И говорит Ну придумал что-нибудь Или отказаться Или согласился Я говорю Придумал Я же говорю Ничем партии Он нашел причин Все Я тебе сейчас дам Анкеточки Заполнишь Это мудрый был человек Он настолько Толково Со мной побеседовал Он как бы Мое сознание Повернул Вот в ту сторону О которой Я сегодня вам Рассказывал Вот как я сегодня Понимаю Что такое Политработка Я понимал Что я Не навечно Ухожу Со своей работой Командирской Инженерной То есть в итоге Все-таки Вы в это Так сказать Втянулись Вам это понравилось Да Мне понравилось Понравилась работа Понравилась Очень интересная форма Методы работы были Потом я чувствовал И видел результат Своего труда То есть все-таки Быть инженером Человеческих душ Гораздо важнее И сложнее И сложнее Вас сложность привлекла Да Вот этого процесса Ну всегда Знаете Когда ввязываешься В какой-то бой То чем Тяжелее Преодоление трудностей Да И тем Приятнее победа Оказывается Столько людей Было Интересных Это время было Когда в армию Приходили И после амнистии Амнисти Причем Амнистированные Были даже Бывшие убийцы Были Служили у нас Понимаете И с ними приходилось Работать И как приятно было Когда ты чувствовал Что ты их Просто вот повернул В нужное русло Что люди начинают Понимать Что они неправильно жили Что они совершили Совершенно Или случайно Или может быть Кто-то их подбил На преступление На это Которое они совершили И что они никогда В жизни К этому больше не придут Они будут нормальными Хорошими людьми А тем более Они и были хорошие Они и патриотами были Эти люди То есть Вот когда С людьми работаешь Это понимаете Чувствуешь Обратную связь Когда ты вот Вкладываешь свой труд И потом видишь Что у тебя получается На выходе А на выходе Получается Хороший нормальный человек Который служит Раньше служили Три года А потом смотришь Через год уже Совершенно другой человек И как Оцениваешь Помогла ему Та комсомольская организация В которой Он состоит Это наверное сравним Знаете Наверное Как из камня Вытачивают Скульптуры Из ваяния Что-то подобное Да Или доводят До совершенства Какие-то формы То есть Есть в этом Да Очень правильно Вы сравниваете Я вот сейчас Альбом посмотрел Перед началом И увидел Своего очень Большого и близкого Друга Петра Ильича Климука Петр Ильич тоже Политработник Он и космонавт И политработник Он возглавлял В свое время Он был начальником Политического дела Более того Он был моим подчиненным Я начальник Политуправления Был член военного совета А он был начальник Политодела Звездного городка Вот Это талантливейший Воспитатель людей Талантливейший И если бы он не был Космонавтом Я вам скажу Трудно сказать Как бы он мог Руководить всей Воспитательной работой Центра подготовки И вообще Всей пилотируемой Космонавтикой Надо Не только Быть Специалистом Того дела На которое ты Учился Которому Нужно еще И шире Мыслить Смотреть И вот Особенно Для работы С людьми Надо быть Человеку самому Интеллектуально Очень грамотным Надо Быть готовым Отвечать На самые Тяжелые вопросы Народ 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 Задает Такие Вопросы Другой Раз Знаете Что Не знаешь Как Ответить Но Когда Так Прикинешь Посмотришь Где-то Ты читал Где-то Тебя Учили Чему-то Муразму Где-то Сам Доходил До этого Получаются Нормальные Ответы О друге Всегда Приятно Говорить Ну Мне Я считаю Что Ну Просто Повезло С этим Человеком С этой Семьей Что Мы Близко Знакомы И Дружим Вот Уже Почти Сколько 22 Года Он Так Относился К своему Делу Что Я не знаю Для него Это вопрос Жизни И смерти Тем более Он прошел Такую Школу Грус С ним О нем Всегда С таким Уважением Отзывались Подчиненные Ну Потому Что Я не знаю Он Он проживал По-моему Не только Свою жизнь Но и жизнь Своих Подчиненных Это действительно Так С ним Было приятно Разговаривать Он Ни в коем Случай Не Как говорят На родине Махал Шашкою А Всегда Выслушает Поймет Правильно Разберется И потом Принимал Решение Настолько Человек Коммуникабельный Уважаемый Тот человек Которому Нужно равняться Равняться Он понимаете Даже когда Уволился Из вооруженных Сил Он сейчас Занимается Общественной Работой Он является Председателем Совета Ветеранов Военно-космических Сил И очень Большую Работу Сейчас Ведет Ведь ему Не безразлично Как военные Пенсионеры Увались В то время И беспокойство И помощь Оказывает Вообще Он Я вам скажу Человек Дела И не просто Человек Дела А ради Людей Он готов На все Я даже могу С уверенностью Сейчас даже Сказать Любого Офицера Который Даже в запасе Или даже Служит И все Они до сих пор Помнят И знают Об Игоре Ивановиче Ну Наверное Это еще Благодаря Тому Что все Таки Вас Окружали Такие Люди Значимые Интересные Вы Помните Этих Людей Да Да Конечно Я Вспоминаю Один эпизод Когда только Закончил Военное училище Меня назначили Начальником Вернее Старшим Офицером Батареи И Проходили Артиллерийские Стрельбы И вот Значит Мне нужно было Отстрелять Определенные Цели На большое Расстояние Где-то В пределах Пяти Километров Из орудий Полигон На полигоне Было Но там Недалеко Был колхоз И вот В моем взводе Который Выполнял Стрельбы Артиллерийские Были все И узбеки И киргизы И наводчиком Бил пюдинг Эстонец Короче Все Советский Союз Вообще Никто не знал Кто какой Национальность Все были Одной нацией Мы все были Советские люди Вот одна была Национальность Советский человек Поэтому Вы знаете Большое внимание Тогда уделялось Мы как раз Заговорили о комсомольской работе Воспитательной работе Уделялось Воспитанию людей В духе Интернационализма В духе Дружбы Дружбы народов Да Поэтому Не было Вот этих Распроек Всяких Никогда в жизни Никто Никого Никогда Не управляет Не упрекал Ни в чем Все Жили хорошо Дружно И вот Когда я Начал вам рассказывать Стрелять мне нужно было У меня был наводчик Пюдинг Еврейтор Эстонец И я командую Огонь Как наводчик И стрельнул И попал Курятник Через час Примерно Поступает команда От моего командира Дивизиона Был такой Подполковник Родыч Фамилия Иван Он говорит Ты куда стрелял Лейтенант Я говорю Как Мне передали Координаты Все Он говорит Повтори Я повторяю Огонь Опять Опять туда же Опять По курятнику И его добили до конца Это курятник Вместе с курятником Приехал туда Этот подполковник Родыч Я вам скажу Я думал Ну все Хана мне Сейчас и под суд Меня военного Трибунала Отдадут Колхозное Ну да Имущество Колхозное Испортил да Вредительство Это называется Он посмотрел И говорит Ну ладно Лейтенант Это даже хорошо Говорит Что ты вот Там люди не погибли Никто не пострадал Ну Курим И возместим А вот Курятник будешь строить Ты артиллерист Ты военный человек А сейчас Я научусь Строитель Дело Поедешь строить Даю тебе месяц Берешь с собой Свой взвод И за месяц Должен построить А уж курей Мы говорит Купим И начиним Вот я посмотрел Думаю Насколько у этого человека Схватило Благородство Благородство Понимаете Терепение Другое бы сейчас Я видел и других командиров Но у него хватило выдержки Причем человек Он был без высшего образования Внутренний был Культурный Собранный Интеллигентный Подполковник Я много таких людей Вспомнил Ребят Космонавтов Тоже Вы знаете Космонавтам не каждый Может быть Они конечно Вам этого не расскажут Потому что они стесняются Тот же Петр Ильич Климук Мудрый человек Грамотный Алексей Архивович Леонов Мы с ним В очень близких отношениях Я как раз называю тех Кого я здесь видел Вам это Как-то ближе Эти фамилии Алексей Архивович Человек Который смертью В глаза смотрел Не один раз И тем не менее Видите Не то что он не сломался Он возмужал На этих всех Своих подвигах Да Общаясь с людьми С этими Понимаешь Что это конечно Эти особые люди Не обладая такими вот Качествами Человеческими Умственными способностями Организаторскими Невозможно было бы Совершить подвиг Каким является Полет в космос Техника есть техника Она же Да Техника это техника Не бывает Надежности техники Единица Бывает 0,9 0,8 0,9 Приблизительность Есть всегда Да Всегда Вот это вот Чуточка Которая Дотянет До единицы Иногда Срабатывает Сталин сказал Такую крылатую фразу Техника Без человека Мертва Мы в самом начале С вами Пришли к такому выводу Что Какая бы техника В руках человека Не было Но если человек Владеющий Этой технику И не знает Для чего он Ею владеет Гроша цена Будет этой техники Она просто Не выполнит Ту функцию Для чего она Создавалась Эта техника Я же говорю Человек становится Просто Ремесленником А не убежденным Солдатом Убежденным Офицером Убежденным Специалистом Так называемый Карибский кризис Это Такой очень Серьезный Пласт истории Вообще Если вот Разобраться Ситуация была Если я не ошибаюсь Напряженнейшая В мире В общем-то Потому что Одно дело Просто Кричать о санкциях А другое дело Развернуть Ракеты Вот Расскажите О том периоде Как Все это обстояло Как тогда Какая тогда Была политическая Обстановка Коль уж вы в этом котле Как бы сказать Варились Да И насколько Эта ситуация Может быть схожа С сегодняшней Или Насколько она Так сказать Отличается Да Период был Очень сложный Я начну С слов Которое Произнес Как только Карибский кризис Завершился Когда мы Начали выводить Наши ракеты С Кубы Как сказал Кеннеди Президент Соединенных Штатов Америки Он говорит Впервые Человечество Заглянуло В жерло Термоядерной Войны Время было Сложное Соединенные Штаты Америки Решили Подобрать Под себя Остров свободы Куба Перед этим В 59-60-м Году Под руководством Фиделя Кастро Был изгнан Правитель Кубы Батиста Который Полностью Лежал Под американцами Куба Не развивалась Это было Были Дачи Пляжи Публичный Дом Соединенных Штатов Америки Появились Лидеры Такие Как Фидель Рауль Кастро Два брата Были такие Политики Очень сильные Как Эрнест Чиевара Используя Учения Хосе Марти Ихнего Теоретика Человек Который Очень любил Народ Хотел Хорошей жизни Для Кубы И мужественные Они решили Сверхнуть иго американцев, прогнать этого Батиста, своего правителя, и установить революционные законы, и примкнуть к лагеру социализма. Но у самих, конечно, у них сил было маловато, на что такое Америка, а что такое Куба. Понимаете? Они обратились за помощью, Фидель Касара обратился за помощью Хрущеву. Был там Никита Сергеевич, первый секретарь ЦК КПСС. Так много там говорят, что кукурузник был там и мужик такой, он не обтесанный, и лаптем стучал в Организации Объединенных Наций по трибуне и так далее. Но это был очень мудрый человек. У него такая, знаете, вот мужицкая мудрость была интересная. Он почувствовал, что тот момент, когда это все начиналось, это было 62-й год, мы были, безусловно, намного слабее, чем Соединенные Штаты Америки по количеству ядерных зарядов, ракет стратегических и других средств. Более того, американцы разместили у нас под носом в Турции и в Италии свои ядерные боевые головки с стратегическими ракетами. Таким образом, мы оказались уязвимыми для Соединенных Штатов Америки. Они могли в любую минуту начать войну, там времени подлета считанные минуты было из Турции. Мы только-только создали свои ракетные войска. Ракетные войска начали создаваться в 59-м году, а это был 62-й год. Три года прошло всего лишь навсего. Естественно, что у нас такой еще ядерный потенциал не был накоплен, как в Америке. Оценил все это дело Хрущев, естественно, вместе с Советом безопасности нашим, с военными людьми. Пришли к выводу, что раз Федель Кастро просит, чтобы мы оказали помощь кубинцам. Нам как раз это кстати, мы можем эту помощь оказать. И из этого события извлечь определенную пользу для обороноспособности нашего государства. Мы должны были показать американцам, что мы тоже не лыхом шиты, что у нас тоже кое-что есть, и мы можем это кое-что применить. Было принято решение в 63-м году, летом, в мае месяце, направить на Кубу ракетную дивизию. Ракетная дивизия с трагическим назначением. В нее входило пять полков. Сегодня это уже можно говорить, я это уже без оглядки говорю. Пять полков было, три полка, вооруженные ракетами Р-12 и два полка, вооруженные ракетами Р-14. Я тоже служил в этой дивизии, был как раз я комсомольским руководителем, помощником начальника политотдела этой дивизии по комсомольской работе. Это Сумская область, город Ромны, там почти все полки были, один полк передали нам с Прибалтики и один полк с Житомирской области, тоже опять-таки Украина. Таким образом на Кубу были отправлены ракетные войска стратегического назначения. Ну, чтобы вы представляли, что такое направленное, это нужно было водным транспортом перевести такую технику, которая ни по каким законам, ни по каким наставлениям и уставам даже не предусмотрена передислокация. Ракетные войска стратегического назначения это стационарные войска. Ну, я понимаю, да, установили. Можно, да, можно, со временем были произведены и подвижные комплексы, такие, как Тополь сегодня ходит у нас по стране, БЖРК, это боевые железнодорожные комплексы, это были поменьше, чем Тополь, пионеры так называемые, но это все на территории своей. Подняты маршруты, мы знаем, где какие мосты, мост должен быть не меньше, грузоподъемности 90 тонн там и так далее, но чтобы отправить за 12 тысяч километров такую технику транспортом водным, вы знаете, никто тогда в это не верил, что мы это можем сделать. Началась погрузка, был мобилизован весь гражданский флот для того, чтобы поставить ракеты. Ракета на палубу не становилась так, нужно было ставить под углом 30 градусов, потому что не вмещалась ракета. Кроме этого, привезти нужно было ядерный заряд. Каждая боевая головка одна мегатонна, чтобы вам было понятнее, по Хиросиме и Нагасаке был удар двумя бомбами ядерными. Общая их мощность была 0,7 0,7 это двух бомб. А у нас одна боевая головка одна мегатонна, то есть больше, чем по Хиросиме и Нагасаке было. А мы туда переправили 36 ядерных головок. Что же вы с Америкой собирались делать? Вот с Америкой как раз и об этом сразу сообразил и понял Кеннеди, хотя военные его подбивали не идти на уступки Хрущеву, а идти на войну, Кеннеди понял, что-то хана. Америки и то, что Америки, там и дальше, наверное. Три минуты подлетное время с Кубы до самых дальних точек, которые мы должны были поразить в Америке. Вот можете себе представить, мы, если бы нажали кнопочки наши, а мы стояли там на боевом дежурстве, у нас там было 36 ракет, 36 ядерных боевых головок. Почему говорится, что предотвращена была термоядерная война, потому что американцы успевали бы тоже ответный встречный удар они успевали нанести по Советскому Союзу. Куда они попали бы, по каким целям, естественно, наша территория огромная, где-то, может быть, они стреляли и оттуда, и с Дальнего Востока, и с Аляски, и отсюда. Вот. Ну, наверное, что-то у нас выжило бы, но вероятнее всего, что мы бы с вами сегодня не беседовали, не вспоминали те героические дни для наших людей, которые совершили подвиг и прибыли на Кубу, чтобы защитить кубинскую революцию. Таким образом, была предвращена термоядерная война прибытием наших ракетчиков туда. Всего на Кубу прибыло 43 тысячи советских воинов. А как сворачивали, вот мне вопрос такой, так же обратно увозили? Конечно, сворачивали легче, чем загружали, потому что настроение было лучшее. Нет, ну, конечно, когда объявляют, что войны не будет, я думаю, что у всех настроение хорошее. С 22 на 23 октября 63-го года было по плану Соединенных Штатов Америки намечено два бомбовых авиационных налета на Кубу. один первый 300 самолетов должны были бомбить Кубу. 300. Представляете, бомбовый удар. И потом идет второй эшелон 200 самолетов и, как сейчас любят говорить, зачистка проходит. Все мы вместе с кубинцами должны были оказаться в одной братской могиле. Никто, естественно, там бы не остался после таких бомбовых ударов авиационных. Оставались буквально считанные минуты до этого события, до этого авиационного налета американской авиации. И вот тут как раз и сработал он мужицкий, я уже сказал об этом, Никита Сергеевич Хрущев. Он понял, что дело очень серьезное, потому что если бы такое было, мы бы, конечно, успели применить свое оружие, ядерное оружие и погибли там, естественно. Хрущев пытается связаться с Кеннеди. Кеннеди не соединяют с Хрущевым специально, умышленно. Были такие оголтелые военные, которые не хотели, чтобы Кеннеди шел на наговор с Советским Союзом. Тогда Хрущев принимает решение, дает команду, но вы это не знаете, было время, когда и «Голос Америки», и «Свободная волна», «Свобода» была, вражеские передачи. Хрущев приказывает все радиостанции, какие есть в мире, включить, и враждебные, и дружеские, все. И все, передать вот его обращение к Кеннеди по поводу прекращения всей этой операции. У нас наша операция называлась операция «Анадырь», а американцы свою операцию против операции «Анадырь», назвали операцией «Мангуст». И тогда где-то по какой-то волне Кеннеди услышал Хрущева голос. И Хрущев рассказал, что мы предлагаем, вы выполняете условия нашей Советского Союза, мы выводим наши ракеты с Кубы. Становка накалилась до невозможности. Два крупных финансиста в Флориде, которые ближе к Кубе, застрелились от испуга. Америка никогда на своей территории не воевала. Они только сейчас могут гадости делать на расстоянии. Да, они через другие страны дают. Сами, была у них Северная война, своя внутренняя война. Больше ничего у них, они никогда в жизни на своей территории не воевали. Они не представляют, что это такое. Это не то, что наша Родина сколько испытала. Кеннеди, когда это все услышал, он принимает решение приостановить все боевые операции, подготовку к этим боевым операциям и принять условия Советского Союза. Таким образом, приняв эти условия, американцы немедленно выводят ракетные войска из своей ракеты, демонтируют стартовые площадки в Турции и в Италии. То есть принимают условия. с наших плеч сняли вот эту всю тяжелую ношу ядерных боевых головок Соединенных Штатов Америки. То есть по сути получается это все-таки люди осознали, руководители стран осознали, какой может быть нанесен ущерб, какие последствия могут иметь не просто какие-то, а это же действительно страшно. Два вот этих руководителя осознали. Ну и естественно здесь же присутствовал и Фидель Кастров. Вот. И было принято решение демонтировать наши ракеты. Причем все это делалось мгновенно, потому что мы дали слово с той минуты, когда есть соглашение, мы начинаем демонтаж. Мы вывезли сразу, начали погрузку. Грузиться было тоже очень тяжело. Улицы очень узенькие. Я вот только сейчас вернулся с Кубы. Я был в мае месяце на первомайские праздники. Меня пригласил Рауль Кастро. Я являюсь президентом общества российско-кубинской дружбы. Вы знаете, Куба, она же маленькая. Население все-таки для этих территорий, которые у них есть, это мало. И они живут очень тесно, очень плотно. Улицы узенькие. И для того, чтобы наши ракеты провести, а их везут на тележку, тележки никак не разберешь. Она вот как есть 30 метров, так она и есть 30 метров. Понимаете? Вот. Очень тяжело было грузиться. Техники не хватало погружа своей. Не хватало даже времени суток для того, чтобы успеть загрузиться. А сроки были очень сжатые. Нам дали неделю, чтобы мы все ракеты оттуда выездили. Грузились мы полтора месяца, а выехать нужно было за неделю. Это по договору так было? Мы дали слово. Таким образом мы спасли Кубу от завоевания Америкой и добились того, что убрали ракеты непосредственно от наших границ, я уже вам говорил, с Турцией и Италией. То есть кубинцы рады встречать российских русских людей, которые, наверное, считают их освободителями в какой-то мере. Дело в том, что Фидель не был доволен, что мы вывезли ракеты. То есть он все-таки собирался жесткие меры предпринимать? Фидель, он в то время, ему было 34 года, но горячий, как и все кубинцы, он просил Хрущева, не забирайте большую машину с Кубы. Тем более, что, может быть, не совсем правильно мы поступили. Когда было принято решение Хрущевым вывезти ракеты, с Фиделем не посоветовались. Это было неправильно сделано. Конечно, быть угнетенными, быть колонией Америки, наверное, не хочется ни одной стране. Некоторые задают вопрос, а почему называется операция «Анадырь»? Да, 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 кстати. Что такое «Анадырь»? Это же Чукотка. Это север, это холодно, а мы едем туда, где жарко, где тропический климат. Операция была очень секретная, все давали мы подписки и расписки. Каждый шаг, который делался, был на учете, были отобраны. Вот каждый третий солдат, офицер, ну, офицеры в основном все прошли, а солдат очень много отсеяли, проходили серьезную проверку. Не всех брали, меняли людей, с других привозили соединений, частей и так далее, для того, чтобы сохранить втайне вот эту передислокацию ракет на Кубу. И поэтому назвали эту операцию «Анадырь». Пусть все думают, что мы, значит, куда-то вот собираются на учение. Там, если где-то просочится какая-то информация, да, ракетчики едут куда-то на учение, да, более того, нам выдали всем тулупы, лыжи. Мы привезли на Кубу лыжи, тулупы, как начали в Гаване разгружаться. Такая конспирация была. Да, конспирация была. И я угадал, что три полка пришло, а два полка не успели прийти, объявили блокаду американцы, не успели прийти туда. Немецкая разведка засекла в порту Николаев, это тоже на Украине, порт есть такой, что мы грузим ракеты и уходим в другом направлении, не в сторону. То есть все-таки просочилась информация. Да, и продали за большие деньги американцам эти сведения. Но уже было поздно, мы уже пришли туда, у нас уже были ракеты, и нам вполне их хватало для того, чтобы и выполнить задачу, и припугнуть хорошенечко. Но ехать было очень сложно. Это операция, которая не имела, и я думаю, не будет иметь аналогов в истории нашего военного искусства. Это был самый большой подвиг никогда не воевавших, и дай бог, чтобы они никогда не воевали, ракетных войск стратегического назначения. Это та боевая страница, которая героическая страница вписана в историю войск. То есть все-таки сегодняшнее время не время, чтобы запускать ракеты в боевых целях, именно, как вы думаете? Вы знаете, это не только сегодня. это никогда не нужно применять ракетное ядерное оружие. Это чревато очень губительными последствиями. Так мы же разрабатываем, посмотрите, сейчас же вы тоже видите, мы разрабатываем для того, чтобы обезопасить себя от нападения наших, наш Владимир Владимирович Путин везде говорит, партнеры наши. С большими зубами. Я немножко так, если забегая, политику удариться, конечно, я вам скажу, я уже так многих правителей перевидел. Наше большое счастье, что сегодня во главе нашего государства Путин стоит. Это я вам говорю, после всего того страдания, которые, особенно вооруженные силы, перестрадали, пережили, Ельцинского периода, да, и последующие, Путин, конечно, он сейчас ставит все на свои места, он сделал столько, и столько в него, хотя человек, то он еще достаточно молодой, хватило мудрости, понимаете, чтобы правильно вести сегодня роль государства. Мы это чувствуем на себе. Поверьте, самый чуткий организм в любом государстве это армия, это военные люди. Мы немедленно чувствуем любое колебание в одну или в другую сторону. И вот я вам скажу, что просто нам повезло, что пришел Путин. Ваша жизнь, так скажем, разделена на период вот этой вот служения и работы в коммунистической партии. И то, что те идеалы, которые, скажем так, пропагандировала коммунистическая партия, ту политическую идеологическую линию, да, в общем-то ее несли, так сказать, гордо. Когда произошел вот этот распад партии? Что для вас это было? Распадом вы знаете, все произошло так неожиданно, что трудно было даже себе поверить, что такое произойдет без всякого переходного периода. Пришел Горбачев, вся страна, мы, руководители различных уровней, понимали, что надо, конечно, омолаживать руководство нашей партии, потому что коммунистическая партия в Советском Союзе это была правящая партия. Она правила. Единственная. Она руководила. Да, Леонид Ильич там уже был старенький, болел, кстати, его обвиняют, что он держался, он не держался за власть, он хотел уйти, он лет 10 он просился, чтобы его отпустили, его не отпускали просто. Первые где-то 10-15 лет он здорово правил государством, большие решения включены, и много сделано было при Брежневе. Потом пошли меняться руководители, но когда пришел Горбачев, естественно, сегодня, я вот вам прямо скажу, я ей глазами скажу, я с ним сколько встречался, на Байконуре мы с ним. Было время, когда он приехал на запуск, я был членом Госкомиссии по созданию и испытаниям многоразовой космической системы энергии Буран. Слышали? Да, 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 да. Это что-то необыкновенное создание нашего великого народа. Буран это та как раз работа, которая была сделана полностью руками наших советских людей. Ни одной даже вот такой гаечки, винтика не было зарубежным. Все наше, все мы сами сделали. Исплавився, возможно, и так далее. Представляете себе, такая махина в беспилотном режиме взлетела, сделала полтора витка вокруг земли и села на Байконуре торможным путем меньше, чем у Мерседеса. Комаров глаз сели, как говорим мы. И что? Вот как раз он туда приезжал на запуск Бурана, только тогда мы еще не Буран пускали, а пускали только ракет-носитель энергии. Вот, он туда приезжал, я с ним общался. Человеку, который действительно сейчас любят говорить двойные стандарты, у него были двойные стандарты, мы ему тогда поверили все. Он так очень сладко пел, так хорошо стелил, понимаете, но жестко потом спать получилось. Человек, который развалил партию, развалил государство, нельзя было так резко, вы спросили о партии, разваливать систему, которая сложилась в государстве в советском. У нас была мощная держава. Разве кто-нибудь, когда-нибудь посмел бы против Советского Союза вот так сейчас какие-то санкции применять, да что вы, нас не только нас боялись. Тогда было все равно Советскому Союзу на какие-то санкции, потому что в Советском Союзе было все свое. Правильно, все было свое, но никогда в жизни никто не помыслил где-то обидеть Советский Союз. с нами всегда считались, потому что мы были очень мощная, сильная держава. Мы не заискивали ни перед кем. Мы были закрыты, в основном закрыты. Ну, вы что имеете в закрытых? Пожалуйста, делайте, проводите реформы. Нам нужно было, вот Китай, мы шли параллельно, но они у нас учились, они шли по нашему пути. Потом, когда мы сошли со своего пути, тогда Китай пошел своей дорожкой. Вот смотрите, мы, да, действительно, ошибались серьезно. Нельзя было, допустим, зажимать, может быть, демократию там где-то, может быть, средства массовой информации не имели той демократической свободы, как сейчас они, или как хотелось бы. Понимаете, это неправильно было. Были ошибки, было немало этих ошибок. Может, даже и закрытость это тоже мешало. Мы же с вами договорились, что менять много чего нужно было в государстве, потому что все, да, зажато, может быть, было, где-то, может быть, оставались еще. Но не так быстро. Да, старого у нас образца, много чего было, модели старого образца. Опять-таки, обращаясь к китайцам, и нам по этому пути нужно, или не нам, а нам нужно своим было путей идти, а сейчас бы я пошел по ихнему пути, сказал бы. Смотрите, нельзя было взять и выбросить власть под ноги трудящих, ну, вообще народа. Да. Взяли, власть была в руках партии, мы с вами об этом уже говорили. И ее, эту власть взяли и выбросили, все начали ее топтать. И получилось в государстве без власти. Что сделали китайцы? Они проводят преобразование в своей стране, реформы, при руководящей и направляющей роли коммунистической партии Китая. Они ничего не отменили. Но они делают, они по-новому живут сейчас. Они выходят, они уже на пятки наступают Америке. Вот-вот. Уже наступили, фактически. Все капиталы там. Да, правильно вы говорите. Так, по поводу партии, то есть, смотрите, хорошо, быстро разрушилась коммунистическая партия, а вот этот период, вы себя где-то искали, куда-то еще в какую-то партию, может быть, я просто знаю, что вы сейчас состоите в партии, название у нее, кажется, патриоты России, да, называется она? сказать, что мне состою, нет, я просто, там мои ученики, мои подчиненные в этой партии, Семигин Геннадий Юрьевич, он ее создал. Да. В этой партии был Глазев, который сейчас советник президента, и Рогозин, который сейчас заместитель председателя правительства Совета. Это все ваши коллеги, ваши... Да, это товарищи, которые в этой партии были. Она называлась не патриота России, как-то она, ну, потом я стал патриоты России. Эти ребята, вот, Глазев и Дмитрий Олегович, они, Рогозин, создали партию Родина, была такая, вот, они объединились потом в эту партию патриоты России, вместе шли. А вы сейчас вот с чем занимаетесь? Я... непосредственно. Непосредственно по должности я являюсь ведущим инспектором Министерства обороны Российской Федерации. Кроме этого, народ меня уже третий раз, четвертый раз, он говорил возглавить Совет ветеранов космических войск. Я сегодня являюсь председателем Центрального Совета Союза ветеранов космических войск. Вот. У нас очень большая организация, более 100 тысяч человек, причем не только в России, наши филиалы и отделения, и за рубежом, но везде, где были наши космические филиалы, отрасль космическая, везде есть наши люди, в том числе очень крупная организация находится на Украине. Я знаю, что у вас двое детей, вы уделяете внимание семье, и наверняка вот в вашей семье тоже есть такое понятие, как патриотизм, любовь к родине. Воспитали в детях, чем они у вас занимаются? Да, Ледичка, очень правильно сейчас вспомнили такое слово, как патриотизм. Это основа содержания человека. Если этого нет в душе, я не знаю, как можно жить в стране, если ты не являешься ее патриотом. Поэтому вы очень правильно сказали. Мне вот нравится, какие вопросы вы задавали. Знаете, мне молодая девушка так здраво рассуждаете. Спасибо вам за это. Да, меня семья хорошая, жена моя тоже была со мной на Кубе. Значит, мне было 23 года, жене моей было 18. Когда мы только поженились, мы сразу буквально через месяц уехали на Кубе с ней. Она сказала, я не останусь. Я говорю, да я тебя не оставлю. Она у меня очень красивая была. Она и сейчас красивая. Сын у меня, ну сначала дочь старшая, она врач, является главным врачом. Есть такая клиника ООО медицина в Москве известная, самая сейчас мощная. Она главный терапевт заведующая отделением семейной медицины. Сын у меня окончил военную академию Петра Великого. Ну, то есть, там понятно. Но он гражданский, он уволился. Уволился, потому что он не нашел себя там. В то время, когда он закончил академию, его оставили, он окончил с отличием. просто он не находил себе места. Ходили там, посылали какие-то там делать чиновые работы, но не науку, он хотел быть ученым человеком. Он кандидат наук, профессор, заведующий кафедрой второго медицинского института, ну, сейчас он университет имени Пирогова. Основная его должность, он директор школы Олимпийского резерва борец. Сам трехкратный чемпион мира по борьбе с самбо, пятикратный обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы по сумо, хотя не такой размеров сумоиста, сумоисты, борьба с умо, она имеет категории весовые. Вот он борется в 90 килограммов, на него посмотришь, хорошо, он вообще худенький, маленький. Игорек, я не знаю, он сейчас до такой степени востребован в мире спорта и в мире науки разносторонней, уже доктором стал, заведует кафедрой в медицинском институте Пирогова. У него своя школа, ну как своя школа, школа-борец, который уже воспитывает там таких чемпионов, и у него все впереди, это еще будет там и мира, и олимпийских игр будут чемпионом, потому что он воспитан так в семье. В общем, достойный у вас. Да, у меня уже внук, 15 лет, он уже двукратный чемпион Москвы по борьбе тоже. С таким, знаете, с таким генофондом, с таким, скажем, примером, как вы, я думаю, что и внуки, и правники у вас будут достойные. Мне очень приятно, что сегодня мы познакомили зрителей и жителей нашего района с вами поближе, потому что очень-очень ценно осознавать, что такие люди, как вы, вложили, внесли свою лепту опять же в развитие района, так сказать, вот именно с этой позиции, с позиции именно таких важных элитных войск. Спасибо вам огромное, и я хотела бы, чтобы вы небольшое какое-то пожелание, теплые слова сказали, и может быть, какие-то напутствия. Ну, мне бы хотелось пожелать этому замечательному, я даже скажу, что и в трудовом, и в боевом смысле Щелковскому району успехов, успехов в работе, труженикам Щелковского района, города Щелкова, хорошего, крепкого здоровья. Здесь замечательные специалисты всех отраслей, где только трудится человек. Хотелось бы пожелать, чтобы Щелковский район являясь как бы гаванью космической, потому что здесь находится самая главная наша структура, пилотируемая всей космонавтики, это центр подготовки космонавтов, чтобы он постоянно держал с вами хорошую связь, чтобы вы помогали нам осваивать космические рубежи и космическое пространство. У нас очень серьезные есть планы на будущее, мы хотим, чтобы наша страна была всегда великой космической державой, и я уверен, что жители города Щелково, Щелковского района, руководство Щелковского района будут постоянно оказывать нам и помощь, и держать постоянную связь с нашими космическими товарищами, покорителями нашего космоса, с оруженниками космоса. Спасибо вам большое. Смотрите программу «Такие разные люди». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова